здравствуйте уважаемые подписчики моего канала и зрители моего канала ко мне попала в руки вот такая камера которая как бы сяоми и хотя это уже и не сяоми и а просто сяо без ми а и то есть вот этот игрек сяо y и и поначалу как поначалу китайская промышленность была создана данная камера противовес американской камере gopro насколько эта камера лучше хуже я ничего сказать не могу я не занимаюсь рекламой я просто делаю обзор а вам уже решать подходит она вам или не подходит вам значит история как это все происходило сначала производилась камера сяоми и на китайском рынке и естественно он попадал эта камера попадала в страны в европу и в америку ну последнее время может быть даже ну я не могу точно сказать шестнадцатом году конец пятнадцатого года вышла камера интернациональная она по внешнему виду именно так даже упал паковки она немножко другая упаковка там коричневая упаковка просто вот так она была здесь стоял здесь стоял вот этот и комплектации шла вот камера данный момент вот такая вот она камерка внешне она тоже такая же за исключением вот здесь внизу еще было как бы выемка такая для установки непонятно какие там устройству и один из моментов еще я не знаю как сейчас здесь было пластик не металлопластик и сама по себе аккумулятор для внутреннего рынка сейчас настоящее время идет 960 внешний рынок идет 990 миллиампер час вот такая и она называется эта камера еще интернациональная поэтому если будете покупать на алиэкспресс внимательно смотрите там обычно перевод китайская английская русский и понять что конкретно сложно поэтому вот такая маленькая аккуратненькая камера комплектация сама камера меня уже вытащил здесь вот аккумулятор вот он был в этой упаковочке здесь лежал снизу и еще вот такой кабель для подключения и для зарядки аккумулятора дальше в комплекте еще инструкция вот такая идет но она здесь на английский испанский итальянский французский и дойч немецкий на русском языке нету не любят русских хотя мне кажется рынок русский сейчас открытый делайте но не хотят наши друзья китайцы нам тоже оказывать какую-то помощь для того чтобы мы осваивали не наоборот оказывают помощью мы осваивали английский язык и изучали так дальше значит что у нас вы представляет ну даже вот здесь чтобы играть ничего не забыть вот берем на даже если английским уже как бы освоились с английским языком частично освоились ну как говорится здесь даже безграмотный балбес может прочитать шок чему и предложить для чего это надо здесь просто идет тупо рассказывается описание вот включение по кругу идет led индикатор затем что у нас там следующее следующее у нас идет линза ну экран его оставить сам объектив так это у нас четвертое 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 это вот кнопка включения вот кнопка индикатор индикации в каком режиме находится вот второй индикатор и вот третий индикатор то есть если так снимаешь так снимаешь если на палке сэлфи тоже самое видно каком режиме находится камера если ничего не горит значит она находится режиме фото если горит красным начало находится режиме видео при переключать кратким нажатием на вот эту кнопочку включения питания и с этой стороны вот кнопочка вайфай нажимаем загорается потом мигает вайфай включен вот принципе вот так что у нас состоит теперь включим значит вот нажимаем все помигала помигала камера заработала синий цвет вот этого led индикатора означает что заряд аккумулятора от 50 до 100 процентов если он начнет светиться фиолетовым цветом то эта зарядка будет от 15 до 50 процентов если будет гореть уже красным цветом то эта зарядка составит от 0 до 15 процентов заряжается вот здесь открываем и здесь разъемы два разъема 1 hdmi и 2 разъем это для подключения кабеля для для запитки микро usb и вот стоит флешка флешка правда мне здесь на 4 стоит значит объектив фокусное расстояние 273 плюс минус 5 процентов стандарт 2к датчик комос sony 16 мегапикселей вес камеры 76 грамм и который можно устанавливать карту памяти это микро sd и cdx и xc потребляемый ток 1 ампер выходное напряжение 5 вольт рабочая температура от 0 до 45 градусов и стандартное потребление энергии 2 ватта дальше это все мы закрываем закрываем вот так включается если проводить съемку вот нажали все снялась теперь надо переключить видео нажимаем кратко вот она загорелась это мы переключились видео ведь это горит это горит и вот это горит все нажимаем снова все идет съемка видео нажали еще раз все видео записалось отключилась вот отверстие это стоит микрофончик я дальше вам выложу вы посмотрите видео которое я снимал правда съемка идет зимой поэтому нету таких ярких красок ну можно определить этом сравниваю с фотоаппаратом ну съемка на фотоаппарат sony nex 6 так что вот так вот мы снова нажимаем да нету здесь никаких лет экранчиков ничего здесь нету все отставить все камера выключилась вот так теперь я вам покажу как все таки с ней работать то есть надо же как-то ее настроить и хоть посмотреть что там и как там значит для этого я использую вот планшет тоже китайский планшет пипа вот такой как произвести сопряжение с данной камерой так берем включаем планшет берем включаем планшет ну вай-фай включен затем ну правда меня ждут установлена вот эта программа но так если вы в первый раз будете включать то включаете play market play market и набираете вот он мне даже ему просто набираете даже вот так y и вот он игроки набрали вот она есть игроки action камера выбираете ее вот она появилась но она мне установлена уже поэтому а здесь будет установить нажимаете установить устанавливаете программное обеспечение для связи с данным устройством так ну все теперь смотрим включаем снова камеру включили и включаем вай-фай вот он начинает гореть лампочка видите да вот она светится лампочка светится включаем программное обеспечение так вот он начинает мигать включаем здесь не включаем камеру вот идет соединение сопряжение с камерой все вот она видите появилась вот такого не будем и тут умничать вот она видите ну немножко темновато вот она снимая сейчас как настраивается вот здесь у нас выбираем настройки но здесь вот вверху здесь монот горизонтально перевернуть дальше это я это мы настраиваем чтобы меньше было искажение увидите бочки вот переключаем получилось как бы меньше вот меньше видите меньше искажений это настройка объектива то есть угол у него захвата 155 градусов но данные ситуации ну как самым стало меньше не 155 а меньше хотя вот видите вот я руку подношу вот она угол довольно даже хороший захват тут уже видеть и так следующее это вот сетка сетка это крупная это вот поменьше сетка ну для чего сетка сами понимаете чтобы горизонт был выбор горизонт здесь до ниже это тут настройка или видео или фото вот так выбираем будет видео видите горит уже так фото и вот настройки настройки но мы берем вернемся наверно все-таки на видео так пусть будет видео здесь вот видите вот разрешение ну это выбираем какое разрешение от выбрана 19 20 на 1080 ну 60 кадров так режим замера экспедиции экспозиции по центру обычной . дальше авто низкая освещенность ну автоматически то есть самая низкая принцип работы по самой низкой освещенности качество высокая обычная низкая ну идти три времени это можно фотографируешь и накладывать уже число время есть дальше дальнейшей настройки вот включаем параметры устройства выбираем здесь появились от параметра вот размеры старта камера то что я говорил что-то включаешь камеру сразу нету не горит то есть можно включается в режиме фото если мы здесь выбираем то мы можем сразу включается камеры в режиме видео но это как вам заблагорассудится стандарт режим стандарта камеры фото видео я уже это же сказала режим фото по умолчанию обычные хотя здесь можно выбрать там обычная таймер дальше циклическая запись но это для использования камеры как видеорегистратора авто включение вай-фай то исключаем камеру включается сразу вай-фай выхода вы это на телевизор это же потом внешний источник внешние отображение информации так повернуть включена выключена это когда врач автоматом поворачивается этому где-то там для съемок короче резервное копирование убрано тоже можно резервно копировать сразу отключение bluetooth bluetooth это нужен для того чтобы вот есть он для него нынче способен на дистанционный пульт управления который стоит что-то больше 300 рублей я смотрел хотим же за 600 купить здорово можно еще угодно переломать но так как нету в комплекте не шло поэтому мне нету это громко сигнала высокая стандарт это или полы ленты нтс к вместо и тнтс к можно включить пол где он там отставить все таки мы работаем в поле так перейдем в пол чтобы лучше было так может быть будет лучше настройки вай-фая но здесь имеется да какой имя ведь выключаете к имя отображается и пароль то есть мы можем с помощью устройства того же смартфона не через программа можем выйти на данное устройство на экшн камеру прямо через вай-фай так по умолчанию там стоит кажется от 1 до 0 то есть вот это набираете по умолчанию сейчас лянем что там так вай-фай 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 так показать нифига тут не стоит надо набрать новый пароль ничего тут не показывает пока так дальше режим лет ну режим лет это имеется ввиду вот смотрите вот если например включена вот там он горит это все он светится нажимаем отключить все отключилась то есть идет сплошная экономия электроэнергии включить включилась только при включенном освещении то есть выбираем только приключенными смещений то есть освещение включено лет не горит но индикация и то есть ну что хорошо что плохо вот видите у меня уже загорелась таким фиолетовым цветом это говорит о том что зарядка у меня пошла вниз так дальше вот видите так дальше 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 ну это часы камеры так это мы возьмем так это вот часы камеры в этом настроена автовыключение нет не выключено мне и модель модель и rdxg в 26l то есть вот такая модель серийный номер без разницы и версия прошивка 148 ну сиди карта это показывает вот она сиди карта 36 гигабайта доступно 37 гигабайта 2 и 3 процента занято то есть вот такие моменты для настройки камеры дальше здесь можем настраивать и даже прямо отсюда включать примеру даже если выбрали фото вот нажали все у нас фотографировалась но показывая вот у нас фотографировалась ну потому что задержка потому что идет фотографировалась потом по вай фай сюда передали да еще вот видите показывает 46 процентов зарядки я вам говорил что если горит фиолетовым цветом это зарядка составляет а 15 до 50 процентов так что не врут правду показывают вот фотография вот она фотография но это я то что я вам снимал перед этим показывал не буду здесь умничать ничего показывать уши мне тут бардак в комнате поэтому хвастаться бардаком не буду так вот кратко лучше я хотел вам рассказать про данную камеру еще хочу повторяться я ее не рекламирую я просто рассказываю свое мнение о данной камере здесь же можно отключиться вот дисконнект все мы отключили от камеры отключились здесь кнопочку нажали в маефай помигал и то же самое отключился теперь мы нажали все камера отключилась вот так вот так все это происходит да кстати ну по поводу как выйти можно вай фай то есть без этого ну как обычно но здесь в принципе но если хотите конечно можно поумничать он тоже отключаем вай фай сейчас включится вай фай так вот мы выбираем вот она отключена давай мигай уже вот она вай фай пошел сигнал отличный подключиться все это идет аутинфилот подключена то есть мы подключились к вай файу чтобы дальше выйти на него выбираем браузер так google вот здесь это мы убираем то уйди ты нафиг набирая вот 192 168 42 1 окей вот видите мы зашли сюда name сайт вот смотрим выбираем дсми вот она дсми вот все эти самые файлы которые мы есть то есть мы мы зашли как говорится через задний коридор вот видите то есть мы связались минуя программу то есть через интернет через вай фай мы связали с камеры и смотрим вот эту картинку фотографию которые мы сделали и здесь видите здесь все то есть если надо что-то можно потом отсюда выбрать закачать скачать и так далее то есть еще вот такие макара можно зайти на камеру вот так запомнили 192 168 42 1 это адрес все здесь отсюда мы выходим отсюда выходим то есть это не то что с планшета то можно выйти откуда угодно ну а теперь дальше посмотрим как она снимает как то так продолжение следует чтобы оценить разницу фотографии сделаны экшн-камерой и фотоаппаратом я сначала сделал снимок вот он у вас сейчас на экране с помощью экшн-камера естественно здесь ничего добавить нельзя настроить нельзя все что заложено программно то и есть вот такой вид а это сделал снимок уже с помощью фотоаппарата здесь установлена экспозиция плюс один чтобы не был серый снег ну и кое-какие еще дополнительные настройки поэтому смотрите сами делайте выводы в чулуче что хуже снимаем видео на фотоаппарат sony next 6 вот так снимается видео такого качества снимаем видео на камеру xiaomi интернациональные которые даже не для китайского рынка а для всего мира вот так вот такое качество вот сразу и звук смотрите но это расстояние до микрофона сантиметров 25 ну можно сказать на руках вот так я не рекламирую я просто показываю что на свой представляет эта камера это что в интернете очень много всякого ну что подведем итоги обзора камеры пусть будет xiaomi хотя вот если посмотреть здесь написано продукт и экшн-камера мануфактуры xiaomi и технологии компании ltd то есть получается что ну xiaomi xiaomi все считают что эта камера xiaomi поэтому пусть будет xiaomi еще кое-что хочу сказать подключение потому что один из моментов который у меня произошел долго я но не то что долго думал не получалось это подключение к компьютеру я поставил сюда карту памяти который вытащил телефона естественно ее не форматировал ничего все информация вся на него была и то же самое находились папки куда с телефона смартфона записывалась информация видео и фото начал подключать подключил да она прочиталась до подключаете вот как обычно он берете кабель вот так включаете так вот так этот конец эти короткий этот отличается компьютеру включаете камеру и она определяется как флешка да она определилась как флешка все на нем прочиталась только файлов которые записывал я с помощью данной камеры на флешке но не они не были видны почему-то я не знаю как я и так и всякий бесполезно смотришь через планшет видно смотришь да через планшет когда включаешь просматриваешь они видны саму камеру через компьютер она не видно не видны эти флешки после того как я флешку вытащил форматировал вставил обратно камеру все пошло отлично там сразу записывается два файла ну один для записи как обычно стандартных dsm и и второй фантом какой-то music и микс микс какой-то но это неважно записывает камера формате mp4 и jpeg двух форматов записывает это же касается еще вот такого как бы то что я не не договорил когда проводил изначально обзор так что еще так впечатление значит камера очень аккуратненько очень красивенько такая крепенькая я продаю еще заказала секоль силиконовый чехол для нее должен подойти ну вот приятно знаете приятно руках когда смотришь на сайте на эту камеру в интернете она кажется какая-то огромная а когда реально руки берешь как игрушечка но снимает довольно можно сказать хорошо это мое еще раз говорю это мое личное мнение я никому его не навязываю я ее еще разу не рекламирую не буду я там умничать на предмет того что там у нее прорисовывается не прорисовывается чё-то качество не качество меня устраивает значит положительное что этой камеры это надежность по отзывам по разговорам даже падала с 8 этажа где-то в интернете я читал и отлетела только передняя крышка она вот снимается кстати впереди не заснимается вот спереди снимается крышечка а так камера осталась в рабочем состоянии дальше еще один из моментов хорош это конечно то что есть вот для подключения монопода ну у меня монопод как обычно непонятно для чего сделанный но дырка не очень глубокая хотя там тоже говорили как-то интернете читал что там резьба ником не до конца резьба все до конца просто болт длиннющий надо его мне ножки обрезать обработать и все будет нормально то есть обыкновенный монопод подойдет дальше качестве съемки уже сказал что качество съемки находится на довольно хорошем уровне конечно съемка должна производиться при хорошем освещении при плохом освещении появляются шумы и качество естественно падает фотография ну видите вот я выложил там вперед этим и есть там где фотографии снятые на sony next 6 и конкретно но не практической одинаковые ну только sony ракурс немножко другой ну он снимает как бы усредненно если sony может там подстроить экспозицию можно выбрать iso поставить и так далее и тому подобное то здесь естественно все стоит жестко настроена и ничего не изменишь поэтому видно что фотография сделанная с помощью action камеры селами она немножко сероватая видео видео то же самое довольно приличная как говорится цена-качество не буду я не знаю я не было у меня в руках я не держал это американской камеры gopro которая как бы сделано было противовеска gopro эта камера китайцы решили ему сделать как бы так ну реально не знаю мне об этом персонально производители селами не говорили больше не могу сказать а то что слухи там идут но говорить можно все что угодно дальше отличное приложение как я вам уже говорил отличное приложение на русском языке и что немаловажно китайцы вообще так грешат тем что вот показать huawei выпустили huawei android застрял на 400 на самой сырой версии то здесь вот эти приложения которые для управления данной экшен камерой xiaomi и очень ну как часто обновляется я сделал вывод из-за чего из того что обзоры которые делались передо мной они делают где-то в начале шестнадцатого года я вот уже в конце в конце шестнадцатого года начало семнадцатого года обзоры оставить приложение уже обновлены и добавлены очень много дополнительных таких примочек которые позволяют удачно работать с данной камерой скрипты скриптами я не пользовалась но тоже с разговором с интернета что продвинутые пользователи данных камер могут сделать очень хорошие качественное видео с помощью данной камеры теперь что касается ну плюсов там еще конечно много ну я просто вот то что я заметил я еще практически немножко от попользовался взял это перспективе приобрету потом уже будем думать о том как бы пользоваться и искать достоинства недостатки минусы данной камеры это конечно комплектация китайцы пожалели кроме камеры как я же говорил шланга и коробки надежная коробка честно говоря такая на эти можно булки хранить это конечно полезно ничего больше нету ни одного крепления ничего абсолютно поэтому это конечно громадный минус могли бы хоть что-нибудь сделать хоть какой-нибудь а если даже предлагают монопод в комплекте то цена сразу возрастает чуть ли не полтора раза хотя отдельно монопод можно купить намного дешевле но это уже маркетинговый вход продавцов которые торгуют этими камерами следующие 100 исключения ну в интернете тоже в обзорах предыдущие смотрел говорят что долго включается но долго включается и так она быстро включается ну что тут вот есть взять по времени по секундам вот я нажал все камера готова 2 секунды и камера уже готова отставить не готова еще а теперь уже готова то есть получилось в общей сложности это 8 секунд и камера готова к работе естественно если нам надо подключиться к через приложение к смартфону или планшету то здесь конечно уже вот поехали дальше вот мы раз включили ждем так время идет вот она вай фай появился но здесь я конечно немножко тормознул так 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 давай 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 то есть получилось 10 20 ну 5 минут а мое разглядяйство через 20 секунд камера включилась для того чтобы можно было работать через планшет или ну или планшет или смартфон тормознулся я что то есть такие моменты дальше 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 отключаем как надобности нету то есть здесь так бы сказать я бы не сказал что слишком она долго включается для меня пока что нормально она включается так выключилась следующее нагрев ну вот я снимал да она греется согласен блок питания оставить аккумулятор ну наверно процессор все-таки они греются но за счет того что я жарил здесь у нас металлическая пластина которая тоже является как бы теплоотводящим приложение крышки она тоже способствует того чтобы но камера все равно греется это тоже является как бы недостаток сколько она может работать значит если включен вай фай и при съемке видео хорошем качестве но в отличном качестве но работает 30-40 минут поэтому желательно приобрести еще дополнительные аккумуляторы появится аккумулятор я проведу обзор еще по аккумуляторам расскажу что они представляют как они подходят и как они работают с данной камеры звук самая большая проблема конечно в экшен камер это звук звук можно сказать на вытянутой руки слышно куда дальше чтобы снимать если вы прислушаетесь к то съемке которые я проводил и записал на экшен камеру снег скрипит слышно как я разговариваю тоже слышно а вот там где на расстоянии пол километра если посмотреть послушать снятые на фотоаппарат лай собак слышен то на камере так очень 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 слабо прослушивается но очень слабо это надо прислушаться то есть звук конечно не очень хоть и говорят что в современных камерах смысле последних моделя камера звук хороший уже стал врут не верьте не знаю как там если это хороший звук то какой же камере какой же звук был изначально на камерах сяоми которые были сделаны вот произведены ну там были для всего рынка но сейчас они производятся только для внутреннего рынка китая на этом обзор я заканчиваю если кому-то понравилось ставьте пальцы вверх не понравилось ставки вниз пишите задавайте вопросы что конкретно вас интересует я постараюсь ответить на все ваши вопросы всего доброго до новых встреч